Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами купальник и смотреть, как на этом купальник делать разнообразные принты. Я сегодня покажу кусочек работы в фотошопе и в иллюстраторе. Здесь есть такая особенность. По крайней мере, на регулярной основе мне попадаются люди, которые хотят начать свой бренд, хотят начать этим заниматься. И многие из них ставят такую в себе стратегию, что вот мы сейчас сделаем, чтобы это ни было, футболки, худи, купальники. Будем на них размещать оригинальные принты. С чего начать? Ну, начать надо от печки, начать надо, конечно же, с дизайна, с эскиза, с понимания, что мы хотим сделать. А потом уже сесть и очень хорошо все посчитать. А как нам выгоднее это сделать? Нам выгоднее обратиться к готовым изделиям и на них нанести принтование. Нам выгодно самим пошить, какого размера у нас партия, за какие цены мы будем продавать и так далее. Сегодня будем с вами смотреть, как делать визуализацию. Есть у меня вот такой великолепный шаблон для рисунка нижнего белья и купальников. Он прекрасно подходит. Его можно скачать на сайте. Ссылочку оставлю под данным видео. Заходите, скачивайте, используйте, если он вам нужен. Как видите, мы здесь нанесли все основные линии, так что работать с ним одно удовольствие. Я сейчас хочу нарисовать эскиз. Эскиз платья купальника, слитного. Смогу нарисовать половинку, после этого его раззеркалить и, соответственно, добавим немножечко тени, чтобы он более красиво смотрелся. И после этого уже будем с вами разрабатывать разнообразные принты. Посмотрим, как это делать, как это подбирается. И особенно хочу показать, как если у вас авторская картинка, как эту картинку нам с вами будет наложить удобно. Давайте смотрим. Смотрите, здесь уже есть на шаблоне у меня линии. И, по сути, от меня требуется выбрать ту линию, которая мне нравится, и ее повторить для того, чтобы создалась, например, красивая чашечка. Давайте я попробую по этой линии пройти. Так, у меня будет слитный купальник на бретельках. Соответственно, здесь немножечко пониже. Линию груди. Поскольку купальник, то у нас полное прилегание. Так, и посмотрим, какую линию мы хотим. Повыше, пониже. Ну, давайте сделаем вот такую. Вот. Соединяю. Вот у меня получается половинка. Давайте внимательно на нее посмотрим, как она выглядит. Вот таким образом. Если что-то там нравится, не нравится, соответственно, можно это откорректировать. Пронектируйте это все, пожалуйста. А вот в зависимости от того, какая у вас там потребность, и как бы вы хотели это видеть. Так, теперь мы его отзеркалим. Вот здесь у нас есть инструмент зеркальное отражение. Ставим точечку зеркаливания, поворачиваем, shift, alt. Потом отпускаем кнопку мышки и отпускаем кнопочку. Вот такая история. Так, ну, в общем-то, сейчас я еще раз посмотрю на него внимательно, вот когда мы уже его собрали, насколько он актуален. Да. Давайте так оставим. Окно. Обработка контуров. Слить. Если остался вот такой вот хвостик, его удобнее убрать инструментом перо минус. Вот так. Оп. Вот, мы его убрали. Получился купальник. Что бы я еще хотела добавить? Я бы хотела добавить, естественно, тени. Сейчас мы давайте сделаем прозрачным его. Сделаю красный контур, чтобы вам было видно. Да, вот он. Значит, смотрите, тени, как у нас будут с вами распределяться. Вспоминаем геометрию, вспоминаем анатомию и совмещаем это в голове, да. Соответственно, сферическая грудь. Под грудью у нас обязательно будет с вами пролегать тень. Соответственно, ее мы и должны с вами обозначить. Вот здесь вот у нас обязательно будет тень. Вот эта часть будет темная. Сюда переходите. Здесь, наверное, чуть-чуть такая вот штучка будет у нас все-таки. А вот это мы с вами обозначаем. Почему предлагаю вспоминать геометрию? Можно, конечно, более сложными формами это все обрисовать. Но поскольку мы рисуем в векторе, я все-таки рекомендую более так вот плоскостно это изображать. Оно будет хорошо смотреться. Со второй стороны то же самое. Заметьте, я тени рисую не через симметрию, а тени рисую асимметрией. Оно как-то, на мой взгляд, смотрится более интересно, когда все-таки. Вот, и смотрите, вот здесь будет получаться форма пресса на животике. Оно, конечно, не будет так ярко, но мы сейчас это поправим. И этим тоже можно немножечко сформировать внешний вид. Нужно посмотреть, какие там у нас будут с вами отстрочки, если они нам нужны, как у нас будут лямки стыковаться. Возможно, там мы цельнокроны подразумеваем. То есть это все нам нужно смотреть. Вот то, что я говорила. Вот эту часть мы можем с вами сюда чуть-чуть поближе придвинуть и сделать ее более плавной для того, чтобы тенью обрисовать потенциальную форму пресса на животике. И это тоже бы как бы дополнительно сформировало. То есть об этом тоже не забываем думать. Ну и давайте посмотрим, как это будет все в скупе смотреться. Берем наши тени. Вот они, смотрите, какой формы у меня получились. Делаю их черным цветом. И задаю им непрозрачность. На белом купальнике сейчас это все будет отлично видно. Смотрите. На белом. Вот. Соответственно, на белом их можно сделать более полупрозрачными. На цветном, соответственно, прозрачность поправить для того, чтобы наши тени с вами лучше смотрелись. Так, черный контур. И еще раз повторюсь, технологию нужно прорисовать ту, которую вы планируете. Здесь будет отстрочка, значит рисуйте. Там здесь отстрочка. Иногда там видно, иногда не видно. Давайте все-таки здесь отстрочки сделаем, а поверху у нас будут закрыты там все листа. Мы не будем отстрочки дополнительно рисовать. Отстрочка рисуется линий. Теперь убираем цвет заливки. Оставляем контур. Делаем 0,5. И делаем пунктирную линию 2 на 2. Так, вот так. Отлично оно встало у нас. Теперь раззеркаливаем. Так, смотрим, нужно ли нам еще здесь что-то сделать. Договорились, что не будем. Все швы у нас с вами внутри. Ну, отлично. Значит, купальник мы с вами нарисовали. Немножко яркий, на мой взгляд, шаблон. Что для этого можно сделать? Можно выбрать целиком шаблон. И добавить ему просто непрозрачности, вот так, чтобы он у нас уходил на второй план и не так ярко выделялся. То есть, чтобы мы понимали, как это смотрится на фигуре, но при этом он бы не перетягивал на себя основное внимание. Ну, смотрите, наверное, давайте процентов 20 мы оставим. Вот так вот будет хорошо. То есть, для визуализации это отлично. Так, вот у нас создалась база, основа. И теперь с ней мы будем работать, на нее мы будем накладывать самые разнообразные принты. Если вы уже не первый раз смотрите мои видео, то я думаю, что вы знаете, что там принты мы можем накладывать любые. Есть и готовые принты в Adobe Illustrator, ну, к примеру, вот мы с вами скопировали, выбираем наш купальничек. И через библиотеку образцов у нас вот здесь есть узоры, допустим, природа кожи животных. Ведь купальник может быть с формой, как кожи животных, правильно? Например, зебра. Или что у нас там? Вот смотрим варианты. Ну, наверное, зебра был самый такой забавный. Вот, допустим, у нас вот такой вариант купальника зебра. Сейчас мы с вами сделаем поярче наши тени, чтобы они читались лучше, да? Потому что яркий контраст, и он, конечно же, убивает тени, которые мягенькие. Можно подобрать и, соответственно, масштаб узора. Если, например, мы хотим его сделать помельче. Вот, смотрите, например, вот так. И вот такие полосочки купальник оставит. То есть это мы с вами взяли какую-то заливку, можем что-то свое нарисовать и так далее. Иногда есть потребность в том, чтобы свой нарисованный рисунок сделать, соответственно, из него принт. Что я сделала? Я сделала несколько рисунков. К сожалению, не отсканировала, а сфотографировала. Так, давайте попробуем его открыть. Вот они у меня здесь лежат. Например, вот такие листы достаточно красиво будут смотреться у нас на купальнике. Но в чем там у меня проблемка? Сейчас я вам ее покажу. Сразу не стала заранее ничего обрабатывать. Вот такая штучка. Ее нужно подрезать. Это Photoshop. Мы перешли в Photoshop из иллюстратора. И вспоминаем, что Photoshop это растровый графический редактор. Здесь мы с вами будем уже работать по другим принципам. И программы между собой, конечно же, дружат. Но они разные. Так, я сейчас попробую сразу автотон, автокоррекция, автоматическое цветовое. Так, цветовое мне не понравилось. Убираем. Так, отлично. Теперь я бы убрала весь фон. И сделаем мы это следующим образом. Выделение предмет. Сейчас она мне должна его по контуру очень достаточно так неплохо выбрать. Да. И что мы сделаем? Мы скопируем это на новый слой. Так. Нет, через вот этот инструмент. Через инструмент выделения мы скопируем на новый слой. Вот, смотрите, что у меня осталось. Теперь почищу все, что у меня вот тут вот кусочки. Достаточно яркий у меня принт, поэтому можно почистить. И он достаточно геометричный. Удобно мне чистить будет прямоугольным лассо. Способов выделения и вот этой вот чистки их очень много. Для данного я выбираю лассо. Но сразу хочу предупредить, что в зависимости от того, что вы делаете, что вы рисуете, что вы выделяете, есть большое количество инструментов выделения. Они могут быть и через маску, и через быструю маску, и вот так, как я лассо выделяю, через волшебную палочку, через предмет и так далее. Способы выделения в фотошопе это вообще отдельная тема. Ее нужно знать, ее нужно изучать. Но именно благодаря вот этим выделениям получаются красивые изображения. Так что решили со своими рисунками работать. Осваиваем еще и фотошоп. Он вам здорово, очень понадобится. Здесь немножечко такой рутинный процесс. Ну, я специально не стала заготавливать данное изображение заранее, чтобы показать процесс. И сейчас вот без ускорения, но здесь быстро все сейчас будет, поэтому можно не переживать. Я специально не размываю, а сохраняю карандашную структуру, потому что нарисована карандашом. И я бы хотела, чтобы вот эта карандашность вся у меня осталась. Так, давайте посмотрим. Есть у меня там еще какие-то фрагменты, которые бы мне нужно было подчистить. Аккуратненько просто их подчищаю. Ну да, занимает какое-то время, но именно вот эта вот подчисточка, она дает красоту. Вот, вот здесь вот надо, вот тут вот грязные кусочки. Сейчас я тоже их быстренько пройду, для того, чтобы у нас все стало на свои места и было чистенько. У меня, кстати, сейчас появился хороший большой курс по фотошопу. У меня был до этого по иллюстратору очень подробный. Вот, а сейчас еще появился по фотошопу. И, в общем-то, там вот мы как раз занимаемся этими вещами для одежды. Именно не просто фотошоп, да, вот как самостоятельно там, как обрабатывать фотографии и так далее. А куски обработки фотографии, как это применять к одежде и так далее. Потому что все курсы, которые я делаю и все видео, которые я снимаю, они все-таки применительны к сфере одежды. Потому что я понимаю, что эти программы, они очень широко используются. Но вот именно в одежде они позволяют нам с вами работать. Так, Ctrl-0. Смотрим на то, что у нас получилось. Мы можем с вами подергать цветовую коррекцию, если нам это нужно. Там поярче, посветлее, потемнее, там понасыщеннее цвета сделать. Это вот уже здесь нету правил. Единственное правило, чтобы, ну, как бы ваша дизайнерская идея, она отработала. Вот, все это у нас получилось. Теперь мы это сохраняем в формате PNG. Сейчас я сохраню вот сюда свою папочку. Так, что это у нас? Листья пальмы. Print. И в формате PNG. Почему PNG и не JPEG? Потому что именно PNG будет поддерживать прозрачность. Вот, а нам нужна очень прозрачность. Мы с вами это все сейчас сохраним. Вот он там подумал-подумал. Здесь вот зеленая полосочка сейчас нам показывает, что он думает. Ему нужно на это время. Вот, и после того, как этот файл у нас с вами сохранится, то мы его пойдем искать, соответственно, туда, куда мы его сохранили. Вот он, правой кнопочкой мыши. Открыть с помощью Adobe Illustrator. Вот. Вот он наш с вами принтик. И смотрите, какое волшебство мы сделали. Видите, у него прозрачный. То есть есть принт, и он без фона. Вот то, что мы, собственно, и делали. Теперь тот принт, который мы нарисовали и отсканировали, переносим на наше с вами изделие. Сюда, вот, и будем его применять на купальничек. По-моему, вполне себе такая тропическая штучка для купальника подойдет. Так, что мы тут будем делать? Давайте я скопирую. Я бы, наверное, сейчас выключила Photoshop, а то компьютер у меня будет сходить с ума. В силу того, что у меня включен иллюстратор, Photoshop, еще программа для записи, ему тяжеловато. Вот, поэтому я его выключаю. Но если у вас мощный и хороший компьютер, то все будет хорошо. Вот. И теперь берем наш с вами купальничек. Копируем его. Разгруппировать. Убираем тени. Сейчас уберу цвет на заливке. Вот. И вот эти наши с вами пунктирчики. И теперь смотрите на самый задний план. Смотрим, как наши листочки будут располагаться на купальнике. То есть, вот то, что по контуру, это вот как они у нас будут располагаться на купальнике. То есть, мы можем повыше, пониже, пошире, там сбоку как-то. Вот это уже ваша творческая задача распределить, как будет у нас это располагаться, как бы мы хотели это видеть. То есть, оно может немножко за края выходить, в зависимости от того, как бы вам хотелось это видеть. То есть, может быть, просто с одного боку вот какая-то такая штучка получится. Не знаю. То есть, смотрите. Давайте мы пока вот так оставим по центру. Видите, за края выходит. Выбираем все вместе. Контур обязательно должен быть сверху. Правой кнопочкой мыши создать обтравочную маску. Вот оно у нас создало обтравочную маску. И все лишнее у нас резанулось. Соответственно, мы можем вот сюда вот так поместить. Обтравочную маску на... Сейчас вот это тоже разгруппируем. Нам нужно немножко вниз это поместить, чтобы тени наверх вышли. Вот. И получается упальник с нашим авторским принтом. И еще один плюс, почему я так вычищала аккуратно наш с вами фон. Потому что ведь мы можем с вами сделать его на белом фоне. Можем его сделать и совсем не на белом, а на другом фоне. Для этого создаем копию. Выбираем наш с вами купальничек. И можем подобрать к нему какой-то другой фон. И у нас окажется на нем принт. Ну, что мне не очень нравится расположение принт. Сейчас я его поправлю немножко. Отменить обтравочную маску. Рекомендую включить контур, чтобы было видно, да, что там происходит. И вот здесь уже, вот, наверное, крупнее. Вот так. Вот. Так будет получше. Это тоже такой вариант. Не надо расстраиваться, если у вас с первой попытки не получилась ваша задумка. Не совсем то, что бы вы хотели. Это совершенно нормально. Можно сделать там 2-3 варианта. И посмотреть, какой из вариантов для вас предпочтительнее. Это абсолютно нормальная история, да. Посмотреть, какой вот из принтов, там, как вам больше нравится. Возможно, там и с фоном как-то поиграть. Для того, чтобы, ну, оценить оно, не оно. Может быть, там какой-то темно-зеленый подобрать. И так далее. Поэтому, вообще, как, ну, как я люблю делать, да. Когда мы с вами собираем какую-то коллекцию. Ее делаем, раскладываем. И этот файл сохраняем, оставляем его на день. А завтра его открываем и уже оцениваем, что нам нравится, что не нравится. Во время работы замыливается глаз. И вот эта замыльность не дает адекватно оценить, что же мы с вами сделали, насколько это хорошо. И, конечно же, очень-очень неплохо показывать это другим людям. Иногда это бывает очень больно, потому что другие люди начинают говорить, а что это, что то, зачем туда, почему это, может здесь по-другому. Вы начинаете нервничать, распаляться. Но для хорошего дизайнера нужно привыкнуть к этому диалогу, привыкнуть показывать это другим людям. Ведь в конечном итоге то, что мы с вами делаем, то, что мы создаем какой-то дизайн одежды, мы бы хотели, чтобы это понравилось людям, и чтобы они это носили в конечном итоге. Соответственно, лучше все-таки спросить у людей, а что они по этому поводу думают. И, соответственно, один и тот же принт можно расположить так, можно расположить так, на разных цветах, по-разному, там, бачком и по-другому. Поэтому, пожалуйста, не отчаивайтесь, пожалуйста, делайте, пробуйте. Вот у меня, например, сейчас еще одна идейка пришла, хочу ее попробовать в плане принта. Мне кажется, будет достаточно интересно. Давайте посмотрим. А вы мне потом можете написать в комментариях, какой вариант вам больше понравился из тех, что я собирала. Это будет вот такая у нас с вами, как правильно сказать, встреча коллег на худсовете, для того, чтобы оценить, а что у нас происходит. Вот. Вот таким образом мы тоже можем сделать. И немножко тут сейчас на одну, на вторую. Вот. И создать обтравочную маску. Вот такой вариант. Вот, мне кажется, даже он более предпочтительнее, чем вот этот. Вот, смотрите. То есть тут уже понеслась душа в рай, как я обычно это говорю. И вообще мои студенты, которые начинают работать с брендами, потом говорят, ой-ой-ой, там затянуло, и вообще непонятно, как бы, как отсюда вылезать, там хочется сделать и так, и так, и так. Да, это действительно такой момент, что вот так. Вот. Вот, пробуйте, смотрите, делайте. Это классно, это замечательно, это увлекает. И вот, ну, смотрите, абсолютно один и тот же принт, да, который я нарисовал. И вот насколько, насколько по-разному это смотрится. И таким образом я могу получить дизайн. Потому что я это рассказываю. Многие, я хочу там, ну, там, свой авторский дизайн. А как вы его будете? Вот даже если у вас вдруг оказалось, что вы действительно там нарисовали очень красивую, ну, картину, например. Я не знаю, может быть, вы там занимаетесь каким-то карандашами, пастелью, маркером. Да все что угодно. Вот вы рисуете красиво. А как вы хотите это на одежде видеть? Просто наляпать прямоугольником? А как это будет смотреться? Какого размера? А где? А что? Вот нужно попробовать и посмотреть. Вот так вот, нарисовав простой, в нашем случае, купальник. Впереди лето. И я решила вдохновиться купальниками. Это могут быть футболки, толстовки, платья, все что угодно. И мы с вами попробовали рисованный от руки принт. Немножечко его обработать, перенести его в иллюстратор и наложить на одежду. То есть мы можем нарисовать базу, мы можем нарисовать готового принта. Я вам уже много показывала разных принтов. Покопайтесь в этом плейлисте. Там много всего найдете. А можем вот так вот накладывать. И на самом деле получится прям большая коллекция. Вот если я сейчас сяду, я там штук 20 вариантов это расположение этого принта сделаю, пронумерую их и потом отложу. Потом буду сама смотреть, буду другим людям показывать и буду спрашивать, какие номера понравились. Там могу голосовалку в интернете запустить. Таким образом получу тот вариант, который лучше заходит людям и буду его использовать. Не бойтесь этого варианта. Он немножко болезненный поначалу для начинающих дизайнеров. Спросить, оценить. Но это действительно работает, это действительно приносит хорошие результаты. Жду ваши комментарии, жду лайки, дизлайки, понравилось вам или нет. И, конечно же, пишите, если вам еще что-то интересно разобрать, показать. Не забывайте покопаться на моем канале. У меня уже очень много эскизов отрисовано, много всяких полезных фишек. Я вам показываю и рассказываю. Используйте их. Я уверена, они вам могут пригодиться в работе как начинающим, так и уже опытным пользователям. На этом все. С вами была Щековская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.